Ну что, привет мой друг, как твои дела и как ты уже понимаешь, сегодня мы поговорим о компании Лира. К чему собственно, ты ведь уже снимал обзор на этот табак, но тогда это был никому неизвестный ноунеймовский табак родом из Турции, которые можно было приравнять к куче другим продуктам, но при этом всем, даже на том моменте Лира из этого всего сброда очень сильно отличалась. А отличалась она тем, что у нее была получше вкусопередача, у нее были покруче вкусы и самое главное, она была более жаростойкая и по времени курения более терпеливая. И сегодня я бы вам хотел показать вот такой вот красный пакет турецкого Санта-Клауса, который я выхватил на стенде Лиры на Хука Клаб Шоу. Лира была хорошим таким спонсором этого Хука Клаб Шоу и у них был очень огромный стенд. Сейчас есть информация, что стоимость этого стенда превышала больше 50 миллионов рублей. Также там мы разыграли машину, новый мини-купер и выиграла какая-то девочка, которая даже не имела прав. Но не об этом. Короче, Лира очень круто зашла на Россию. И почему этот обзор? Потому что я насобирал кучу инсайдеровской информации и готов вам о ней рассказать. Также мы попробуем сегодня уже новую обновленную Лиру, в которой уже много чего поменяли. И, кстати, Лира скоро будет акцизной. И если на нее будет спрос, то она выстрельнет, я так думаю. Потому что компания PointArt будет заниматься этим продуктом на территории России. И тут нас ждет самое интересное. Да, такого ни один производитель не присылал. Такого ни один производитель не делал. Вы готовы? Это трусы. Трусы от компании Лира, которые я нашел в этом пакете. И на самом деле я скажу так, что этот пакет я не очень ярко и разбирал. То есть он у меня лежал. Я думаю, блин, что там? Может там что-то крутое? Я знал, что тут есть табачок, но чтобы тут были трусы. А как вам вот это? А, вы только посмотрите. Говорят, что эти трусики были сняты с одной из стриптизерш, которые были на стенде Лиры. Секрет. Это трусики-секрет. Размер XL. То есть это очень-очень большая девочка должна быть, чтобы эти трусики ей были в самый раз. Как это объяснит компания Лира, немного мне непонятно. Типа, блядь, мы положили тебе в пакет трусы. Это мерчевые трусы. Возможно, все девочки, которые работали на стенде Лиры, носили эти трусики, чтобы поддержать командный дух. Короче, ладно. Трусы трусами. Идем дальше. Есть еще одни трусы. И я тут подумал, что давайте-ка мы это все разыграем. Разыграем все, что есть в этом мешке. Вместе с трусами. А как разыграть? Я думаю, тебе нужно будет вначале зайти в мой Инстаграм в первые сутки, как выйдет этот обзор. И в Инстаграме уже будут все условия. Они, как обычно, всегда простые. Идем дальше. Здесь есть крутая футболка. Короче, чтобы вы понимали, это турецкая компания. Соответственно, и трикотаж тоже, грубо говоря, турецкий. И он... Ух ты ж. Очень крутой. То есть, это не пахнет Китаем. Это пахнет Турцией. На этом, я думаю, мы с вами обзор шмоточек закончим. И переходим к чему-то действительно интересному в этом пакете. Вот такой мешочек, вроде бы ты думаешь, ебать, блядь, здесь что нахуй. Носки, блядь. Одного из чуваков со стенда. Или что? Но, когда я открыл, я такой, ага. Все понятно. Вы просто посмотрите на эту красоту. Нержавейка. Силикончик под карбончик. Плюс фирменный логотип Лиры. Да, это все ты можешь выиграть. Это очень здоровенский мундштук. И мне он очень понравился. Есть даже маска. Что, в принципе, еще у нас актуально. Актуально. Вот ты носишь маски, носишь. Ну и самое интересное, это у нас табачок, который здесь был. У нас здесь есть чоколейт минт. Я считаю, чоколейт минт. Минт чоколейт это самый такие топчиковый вкус почти у любого производителя. Good Vibes only. В принципе, вкусы те же самые. Есть новый вкус. Это капокадония. Капокадосия. То есть, кто был в Турции и знает, где можно похуярить на воздушных шарах, то это именно там. И этот вкус как бы специально для этого города. Типа, как когда-то был вкус Астана. Либо Night in Moscow. Вот что-то такое. Double melon. Это арбуз дынька в комплекте. Двойное яблоко, которое мы сейчас с вами забьем. На вот эту крутую чашечку. Упакуем это все вот этой крутой вот фольгушечкой. Так, чтобы было в самый раз. Двойнушечку нужно курить на фольге. Так вот. Я прокурил все эти табаки и даже больше вкусов на стенде Лиры. И я вам скажу так, что у меня был обзор на этот продукт. Да, я о нем высказался тогда хорошо, потому что продукт реально был лучше, чем многие продукты, на тот момент представлены в Казахстане. Я на самом деле не думал, что компания Лира захочет выставляться на Huka Club Show. И не просто какой-то типичный турецкий стенд на выставке, к которому никто не подходит. И директора, там менеджеры сами сидят, пьют чай сами по себе. Лира же закатила неебейшую тусовочку, розыгрыши, голые девочки, стенды, фотозоны. По моему мнению, это был один из лучших стендов, потому что каждому вкусу, именно топовому вкусу, была отдельная фотозона или, грубо говоря, отдельный стенд. Что мне в этом очень понравилось. Теперь, что касается сам продукт, я вам вкратце и расскажу. Это из сегмента Щербетли, Адалия, но немного, грубо говоря, потехнологичнее, немного поинтереснее. Конечно, да, у Щербетли, у Адалии есть наши самые любимые вкусы, которые ни один бренд не повторит. Как бы все очень здорово, но у Лиры тоже куча своих интересных вкусов. Правда, у меня их сейчас здесь нету, но я бы с удовольствием их прикупил, потому что, когда я был в Казахстане, я катал смены в магазинах и самым продаваемым табаком, а я катал в разных городах, в одной сети магазинов. Это была Алмата, Астана, Шимкент, вроде как бы Караганда и даже в Кыргызстане, в Бишкеке. И везде покупали Лиру, потому что она обошла именно по вкусам, по восприятию, по технологичности. Двойное яблочко, конечно, не как классическое альфакеровское, да, к которому мы привыкли, и уж тем более не нахловское, но оно достойное. И я думаю, я сейчас кайфану, потому что аниса здесь поменьше, то есть именно нотка аниса, она какая-то минимальная, грубо говоря, это не арабы, это турки. И у них немного свое представление о вкусах и, конечно же, о гамме насыщенности. Табак не пластилинистый, табак хороший, он не мокрый, он не жидкий, у него прослеживается текстура и лист здесь ни хрена не прозрачный. То есть, в принципе, все хорошо. Цена. Я не знаю, какая цена будет при акцизе, а когда Лира будет официально продаваться на территории России, а это уже не за горами, потому что все у них уже готово. Иначе бы они просто не представлялись на стенде на выставке Хука Клаб Шоу. Вау! А, пахнет здорово! Короче, я сам с этим продуктом еще не работал, именно с новеньким, свеженьким, который вот только что у меня здесь, переработанный, улучшенный. Но я могу сказать, что было со старым. Старый был немного жидковат. Он моментами перегревался, и на старте вроде как было не очень приятно все это прокуривать, пока вот эти все аромочки, какие-то канцерогены, мутагены выветрятся. Было очень долго. То есть, нужно было стабильно минут 5-7 прокурить его, а потом только вкус появлялся. Здесь же вроде такого нет. Короче, кто был на стенде Лиры, кто его курил, а с кем я общался, они по достоинству оценили данный продукт. А, ну и конечно же, конечно же, там же я все это прокуривал на калауде, а здесь мы все будем прокуривать на фольге. Что, конечно же, принесет ряд изменений, именно, так сказать, в структуру табачного листа, прогрева и, собственно, все это курение. А я, а я, а я, ну вот так вот трусы и кину их в вас. И ты даже не заметил, что на этом кальяне появились угли, и он уже полностью прогретый и готов к употреблению. Что мы сейчас сделаем? Как я и говорил, что с обновленным продуктом я еще не работал, но больше чем уверен, что есть какие-то изменения, так что полетели. Да, сразу на старте скажу, пропал неприятный привкус, неприятный привкус во многих, так сказать, турецких табаках, который был на старте. И он просто пропал, но не очень ярко на данный момент. Дымности на самом деле стало, что ли, больше? Либо просто дава прокачал свой скилл, и на фольге все это отменно курится. Ладненько. Я просто решил проверить, как это будет на старте, потому что старая лира, которая была в Казахстане, мне не нравилась именно тем, что она на старте очень неприятно раскрывалась. Подведем итоги. Лира. Что такое лира? Это лоукостер в кальянном рынке. Большая проблема, лиры затеряться среди российских производителей, которые насчитываются овер дохуя, которые в этом же ценовом сегменте, в этой же категории крепости. И если лира не будет как-то удивлять, что-то преподносить, то продукт, скорее всего, может забыться, как это было с многими продуктами. Но единственное, что радует, если же лира устаканится, то у большой аудитории будет хорошая альтернатива, что же можно покурить хорошо и недорого, это будет продукт лира, у которого на данный момент что-то там больше 167 вкусов, и есть куча разных линеек. Но за трусики... Короче, я подумал, если у моей жены размерка XS, то чтобы прилопатить куда-то эти трусы, нужно найти девочку побольше. Так что это был Дава Дым, и я пошел искать новую девочку.